здорово народ постоянные споры люди спрашивают а нужно ли печку обжигать перед тем как поставить в баню от мы в наших ефреманских банях вообще печку не обжигаем но смысле здесь на производстве но когда пацаны приезжают ставить баню на место они устанавливают баню разжигают печку протапливают ее хорошенько про протапливают это во-первых контроль пожарки всей во вторых чтобы первые вот эти вот запахи пока пока баня полностью устанавливается вышли ну и потом человек еще разок печку протапливает и она пахнуть перестает я решил попробовать у себя на громе 30 он большой сначала протопить на улице а потом топить внутри бани сравню разницу всегда в бане протапливал 1 1 протопка печи всегда в бане было сейчас попробуем собрать печку которая будет стоять у меня в бане в комплексе гром 30 протопить ее мне даже знаете что интересно а вот при протопке на улице насколько нагревается снаружи чугун потому что мы его собираем без герметика там везде есть подсос воздуха с улицы вот этот вот воздух ветер охлаждает стенки она вообще нагревается до той температуры чтобы краска запеклась или нет вот попробуем сегодня вывезли печку со склада на задний двор сейчас вот здесь вот ее соберем накинем дымоход в 10 у нас стояла не прям овская баня мы ее увозили на фестиваль когда повезли на фестиваль поставили дымоход верми лоджик на нем до этого стоял дымоход феррум и дымоход феррум бушный у нас лежит на складе вот мы его привезли принесем поставим на эту печку и протопим на складе все в опилках так здесь у нас чугурный дымоход в баню дальнейшем у нас будет ставиться не вы не в такой комплектации здесь у нас да 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 здесь у нас прямая труба наверх а там у нас будет вот в этом вот коробе вот в этом вот коробе верхний выход боковую крышку надо будет снимать сюда перекидывать внутри каменки будет разворот дымоход сюда и рядом чугунная труба дымохода суши килограмм по моему 500 она весит это чугуна только ребят у нас большой выкат из цеха интересно ваше мнение какой цвет фасада и фактура фасада нравится больше ну не обрезная доска или планки посадите первый вариант они полу разобранные но это второй вариант это планкен третий вариант классика четвертый вариант ну светлый под дерево пятый вариант наша самая маленькая баня углы будут на месте ставится шестой вариант две половинки одной бани баня с пластиковой дверью с санузлом общем большая такая баня седьмой вариант тоже две половинки карнизы закинуты на крышу на щельники углы еще не поставлены это все будет на месте обвязочный брус кстати тоже приготовили все бани на улице сейчас приедут машины будем загружать и увозить клиентам это ты один не поднимешь на 311 килограмма на весит это без удлинителя топочного канала без каменки вот без крышки каменки я вообще не знаю а это и но это новый новый зуб пламенный о нифига я я такого и не видел еще сзади сзади конечно я ни разу не видел то посмотрите у них новый огненный зуб я хотел про размеры парного помещения поговорить увидел новый элемент это для того чтобы было удобнее снимать ну да вот вот изнутри вот так снимать вытаскивать и потом обратно ставить просто вот это вот часть стала легче нежели целиком один большой огненный зуб снимать слушайте прикольно не было такого изменили к изменили конструкцию это получается они все формы для заливки тоже изменили для того чтобы выливать вот новый вот такой вот огненный зуб постоянно что-нибудь докручивают у меня парное помещение 3 на 360 это в общем в общей сложности она у меня получается 25 кубов и как бы грома 30 даже чуть чуть маловато для моего парного помещения но у меня парное помещение во первых будет на постоянном отоплении а во вторых я еще поставлю коренной дымоход чугунный и парное помещение дополнительно будет прогревать конвекция внутри коренного дымохода он еще не пришел потому поэтому мы его не прожигаем пола получается от печи дымоход будет уходить в сторону и рядом с печью еще будет от пола до потолка стоять в облицовки чугунная труба в которой в которую будет с улицы в облицовку этой трубы с улицы приходить воздух холодный нагреваться выходить в парное помещение вентиляцию я у себя тоже немножко по-другому делаю она у меня будет не в парном помещении будет вынесена в мойку в парное помещение будут только входы у нее заходить короче там много будет несколько по-другому но эту баню мы как раз делаем если наши обычные ефремовские бани мы делаем для розничного покупателя который использует баню не для коммерции не всегда когда спрашивали можно ли вашу баню поставить для коммерции парить мне и говорил нельзя в коммерции она будет достаточно быстро убиваться потому что это абсолютно разные режимы в коммерции и в частном использовании сейчас вот эту вот баню я себе делаю именно для коммерции и затачиваю все моменты для коммерции и печку я специально суда ставлю вот эту вот так как в этой бане еще будет будут работать банщицы чтобы им реже нужно было в общем и им нужны более мягкие режимы периодически вот это вот печка сможет дать как более такие резкие мощные режимы так и более мягкие режимы ну вместе да сейчас подымем да не она тяжелая вот за эти уши бери не как надо да да вот так вот туда идешь да все села она же под облицовку поэтому она так заходит да прикольно а я думал они шишки прислали они гранаты прислали я гранаты еще не видал вот такие вот смотрите тоже низ плоский принципе у них низ плоскость такая же как у шишек сейчас посмотрю сколько их туда войдет ну да меня между между шипами они как раз и встают получается я раз два три четыре пять шесть семь восемь восемь гранат поставил в каменку больше между вот эти вот скалами которые вверх выходят больше туда не войдет остальные поставлю верхним вторым рядом к самому горячему месту это вот где патрубок уже начинается дымохода пускай они здесь проколи прокаляются как следует мы же херак ним еще до хотели поставить бушный дымоход который на эфремовской бане стоял я вам сказал когда я в руки взял до металка дошло что там 115 дымоход стоял там гроза 24 было здесь дымоход 130 пришлось сейчас взять новый но будет на складе лежать свои очереди ждать потому что у меня на бане будет стоять верми logic дымоход будет стоять коренной дымоход чугунный а все что выше потолка дальше уходить будет стоять верми logic не феррума верми logic мы сейчас пока на верми лоджики потопе ой на ферруме потопим да не не надо нам достаточно просто чтоб тяга было спасибо друзья я пошел за дровами сейчас дрова привезу и будем растапливать как обычно будем топить сейчас липой перемешку с лиственницей у лиственницы температура горения выше у липы меньше но за счет того что доска камерной сушки за счет того что наколон наколото мелко в единицу времени сгорает большое количество топлива и температура потом просто бешеная получается почему я был так достаточно скептически настроен по поводу протопки бани на улице потому что у меня был уже такой опыт когда мы поехали на природу поставили баню юрту в нее поставили по моему тоже грома 30 без герметика на сухую и топили его хотели там как следует попариться на несколько дней мы поехали я устал его топить потому что подсос воздуха во все щели вот эти вот идет без герметика и у нее очень сильно теряется кпд меня когда люди допустим говорят о том что слушай чё-то заряда мало в каменке печку долго топлю его сколько баллонов герметика и стратил потому что как правило человек не сам собирает печку а собирают монтажники там чуть намазали печку собрали там от одного баллона еще и осталось его печку перебирай и много таких случаев он ребята из казани приезжали ко мне париться в баню я подаю у меня бабах бабах взрыва не таки у нас будет такого нету перебери печку он не через две недели пишет как домой вернулся говорит слушай вов я бит печку перебрал мне битка будто печку вид вообще поменяли как будто вообще другая печка стала также здесь у меня сейчас идут идет подсос воздуха отовсюду так как герметика нету но смотрите идет дымок дымок от боковых стенок на данный момент потому что они максимально сильно сейчас уже начали прогреваться это запекается краска вот этот вот был дым уже был в парном помещении он и есть парном помещении когда мы ее там топим но мы все максимально открываем чтобы это проветривать на стенах потом запаха не остается про это можно не бояться сейчас уже топим сейчас опять вот дрова буду подкидывать хотел показать смотрите стекло совсем не закоптилась вот вообще нигде я думал она на улице все равно подкапчиваться будет из-за того что она как бы холодная остается все равно его ветер облизывает она меньше нагревается но нифига не коптится сейчас еще наверно полчасика потопим пирометр и ходил искал а тут витя как раз подъехал витя и до суда и я пирометр не нашел но свете пока поговорили витя это человек который будет делать отопление вот в этой вот ефремовской коммерческой бане так ее назовем ну который я у себя ставлю куда вот это вот печка пойдет особенность отопление следующая так как мы там будем отапливаться электричеством там будут электрические полы инфракрасники в пол я не хотел ставить по причине того что мебель может двигаться по помещению и то быть в одном месте то быть в другом месте инфракрасник нельзя закрывать мебелью чтобы он не перегорел как ты сказал температурного запирания и мы будем делать из чего так мы будем использовать уникальный на сегодняшний день материал карбон называется карбоновая нить определено сопротивление рассчитана определенную длину то есть матами будем укладывать в чем преимущество то есть данная данный провод с ним ничего не случается то есть карбон не подвержен никаким линейным расширением силиконовая оболочка там выдержит больше 300 градусов если в максимально там то есть довольно-то уникальное уникальный продукт мы его используем даже своих обогревательных красных то есть это прям на сегодняшний день мы наверное единственный кто даем гарантию больше 10 лет заводскую гарантию на свою продукцию вот попробуем на ваших банях покажем 40 мы давно я давно хотел попробовать и посчитать сколько это будет по энергозатратам короче будем делать следующим образом вот сейчас в бане в цехе стоит у нее на полу по всем помещениям идет шпунтованная доска она так отсюда и поедет на место на месте мы сначала положим блоки же стыковаться будут вот где стыки блоков мы везде весь пол в перехлёсте вот этих вот стыков положим цсп первый ряд на первый ряд цсп мы проложим вот эту вот карбоновую нить она высотой получается миллиметра 3 до максимум 3 вообще 2 миллиона месте сеткой в общем 223 миллиметра по толщине дальше посмотрим либо сразу же цсп закроем либо мы сделаем стяжку но буквально 5 миллиметровую выравнивающую чтобы у нас вот это вот карбоны карбоновая нить получилось в массе клеевой дальше положим 2 лист csp и в некоторых помещениях будет керамогранит в некоторых помещениях будет кварц винил но это мы подробно покажем весь этот монтаж когда будем дальше делать а у тебя на сайте она кстати есть карбоновая нить вот это да есть я сайт внизу оставлю кому интересно наперед перейдите ознакомьтесь после посмотрите там подруг я плюс-минус на батарейках путаю поэтому я ведь и доверился позвонил могу мне надо сделать он сказал не вопрос сейчас он приезжал говорил где сделать выпуске под термодатчики под регуляторы до температурный регулятор и короче пацанам в цехе сказал пацаны сделают а я вообще не волоку в этом не ты начнешь волочить когда будешь показания по счетчику смотреть то есть сколько этого тебе будут выходить отопление какое на эффективное качество у меня там я то я только знаю что у меня там 15 киловатт и мне эти 15 киловатт нужно на отопление и дома и бани хотя у меня там даже 15 киловатт еще нету у меня не не подключили еще электричество и я по поводу этого начинаю слегка переживать потому что сейчас середина сентября электрики должны подключить в течение полугода полгода это конец ноября и там уже будет как бы холодно но была надежда что они подключат раньше вот сейчас вот 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 как то так пока мы топим печку дальше а я пошел пирометр искать все-таки хочу замерить сколько внутри каменки она разгонится на боковые на боковинах дым уже перестал идти так я нашел тепловизор сейчас тепловизором посмотрим какие температуры у меня там сейчас как раз активно горит и прошло чуть больше часа от начала топки я не знаю вам смогу показать нет но если что на слово поверите потому что на экране фиг знает как вам показать в общем смотрю на боковину печи триста шестьдесят восемь триста шестьдесят семь градусов триста шестьдесят девять триста семьдесят градусов боковина вот это вот боковина печи 370 градусов ну-ка вот здесь где дымоход посмотрим а вот той . в середине он показывает дымоход вот в этом месте триста тридцать шесть градусов вот сверху вот здесь вот показывает температуру на улице 25 и температуру вот в этой вот самой жаркой точке 371 371 и 8 сейчас вовнутрь заглянем что у нас внутри происходит кстати вот эта вот ручка уже стала прям горячая прям триндец какая горячая это знаете почему она горячая стала конвекция открыта прям на ручку мы ручку не отвернули сторону конвекция открыта прямо на ручку точнее выход жара там конвекции это нету ниоткуда ручка нагрелась сильно так внутри она он он после четырехсот двадцати градусов уходит в ошибку вот я точкой пока наверху смотрю вот сейчас мы видел 426 и он показывает все ол там где-то наверно градусов 500 сейчас опять со стороны посаду так сверху вот вот это вот часть вот здесь вот 170 градусов даже 200 200 сейчас показывает и направляю вовнутрь 421 и все я ошибка сразу же во я знаете чем могу посмотреть температуру на верхней шишки вот вот это вот шишка которая сверху здесь вот встала вот вы вот это вот вторым рядом она получается нагревается от других поверхностей у нее 335 градусов и это мы топим на улице капец это мне ее сейчас наверное ждать часов 5 пока она остынет 300 таково больше здесь еще чугунная труба и верхний короб это под 500 килограмм чугуна разогретого выше 300 градусов остудить честно реально по часов 5 надо будет ждать там сейчас активная горит крышечка у меня здесь правда не закреплена еще нифига себе ручка ручка она идет в клеенки ну чтобы не изморался и специально сейчас не снимаю но с нижней стороны она подплавилась но дереву не прилипло вот так вот приоткрою ну и чё херак ним опа сейчас его микрофон поближе подставлю послушайте мимо не знаю сколько ковшей 10 наверно бомкнул вода там просто подпрыгивает она еще вся не испарилась но она прям подпрыгивает там сейчас вся ни хрена себе пар выходит ну все она вся испарилась сколько прошло наверно секунд 30 10 ковшей воды ковшик этот по 200 2 литра воды за 30 секунд 4 5 6 7 8 9 10 10 ну вот и все и это вся вода тоже полностью вся испарилась больше мучить не буду смысл особого просто нету все пускай печка внутри дрова догорают а мы пойдем в парное помещение вам покажу какое по размерам получается парное помещение в котором будет эта печка стоять вот оно парное помещение сейчас как на улице вам говорил вот видите сейчас здесь застелено все шпунтовка но там пароизоляция они ветрозащита утепление пароизоляция шпунтованная доска и дальше вот здесь вот уже будет два слоя цсп теплые полы а вот здесь вот будет стоять печка вот в этом месте в общем расположение парного помещения вот смотрите жека сейчас в дверях стоит это вход в парное помещение с правой стороны будет полок с левой стороны будет полок и эти полки будут стоять на полу они не будут прикреплены к стенам они будут стоять на полу они будут из алюминиевого каркаса дальше уже будут обшиваться деревом смысл в том что их можно будет передвигать можно будет как сдвинуть два полка целиком и прям людей на него наложить также можно будет их поставить допустим буквой т чтобы человек вот так вот вообще на полке лежал можно будет один полок вообще вынести один полок по центру поставить чтобы в 4 в 6 рук человека парить который здесь вот будет на этом полке лежать кроме этого будешь от печка с одной стороны около печи будет шезлонг стоять чтобы здесь можно было сидеть просто греться со второй стороны будет шезлонг стоять вот в этом месте будет установлена печь от печи рядом с печи будет стоять не знаю еще не решил наверное вот с этой вот стороны по моему дам заказали уже с этой стороны вот с этой стороны будет стоять коренной дымоход на полу и дымоход будет вверх уходить в него будет заходить теплый воздух с улицы, нагреваться и выходить вот сюда вот в парное помещение. Здесь в парном помещении труб вентиляции не будет, они будут находиться в мойке, а здесь будут выходы через стену сюда вот выведены, чтобы я полог мог плотную пододвинуть к стенам. По второму дыханию тоже будет достаточно интересно, так как полог будет сдвижной, нам нужно его будет подключать ко второму дыханию, я это тоже в дальнейшем все покажу. Две форточки для залпового проветривания, чтобы насквозь вот туда через мойку было залповое проветривание, ну и вообще в эти форточки будет воздух заходить. В общем здесь будет достаточно много всего, чего нету в стандартной епрямовской бани, так как это именно для коммерции баня. Кто-то может быть и возьмет такую баню для частного использования. Напомню, размеры токопорного помещения 3 метра в чистоте, ширина 3,60 длина. Вот в общем вот так вот. Так что на этом мы видос заканчиваем. Уральская петюлечка из коммерческой епрямовской бани, которая скоро у меня на участке встанет. Погнали! ПИБИШ!